Всем тихой ночи! В голосовании в комментариях победил саркицизм, а это значит, что для начала стоит сделать новую версию видео про эту часть вселенной SCP, а то старое видео про саркицизм было не таким уж и хорошим. Мрачные сектанты, отшельники, практикующие темные ритуалы, огромные монстры и иногда целые здания из плоти. Когда фонд натыкается на что-то подобное, чаще всего агенты организации понимают, что встретили что-то связанное с саркицистическими культами. Одно из первых находок, связанных с культом, было SCP-2075. На вид это простой мужчина, но после его обследования оказалось, что он выдыхает особых микробов, которых способен контролировать так, как если бы они были частью его тела. В том случае, когда эти микробы поражают другого человека, и если этот человек не излечится вовремя от болезни, со временем он становится как бы продолжением тела оригинального SCP-2075. Как будто этой жутковатой особенности оказалось мало, впоследствии выяснилось, что несколько человек, работавших в фонде, также были частью SCP-2075, причем заражены были еще до поступления на службу фонда SCP. Когда это вскрылось, экземпляры SCP-2075 слились в монстра из плоти, который кричал что-то про карциста Иона, и сражение с ним оказалось тем еще делом для охраны комплекса. После этих событий фонд провел масштабное расследование и выяснил, что оригинальный SCP-2075 когда-то работал в отделе ПГРУ, и агенты SCP начали внимательно изучать документацию этой связной организации, и нашли там немало интересного. Например, то, что на территории Советского Союза действовали большие группы людей, относившихся к культу плоти. Благодаря документам, полученным от ПГРУ, на Северном Урале была найдена деревня, получившая обозначение SCP-2133. Жители этой деревни после смерти практически моментально разлагались и впитывались землей, а новорожденных тут не рожали естественным путем. Их находили в поле, в виде растущих из земли младенцев. Они буквально вырастали среди грядок, как какая-нибудь капуста или морковь. Фразу «детей в капусте находят» тут следует понимать буквально. А кроме этого, из земли растут огромные щупальца, защищающие жителей деревни от чужаков. Под землей тут имеется система тоннелей с гигантским организмом, живущим в ней. И, судя по всему, этот организм повелевает всем, что тут происходит. Чего только не найдешь в горах Северного Урала. Впрочем, с чем-то подобным фонд сталкивался еще несколько раз. Вот в Румынии также нашли комплекс пещер, с огромным организмом в нем, но в этом случае обошлось как-то без культистов. Там вокруг подземелья обитали существа, чем-то похожие на вампиров, и они охотились на людей. Это все описано в SCP-2191. Затем что-то похожее нашли и в Америке. Это тот самый случай, который еще показан в короткометражке «Оверлорд», и имеет номер SCP-2480. Там фонд встретил все то же самое. Культисты, да еще и вдобавок невидимые, различные монстры из плоти, подземные ходы, из которых торчали гигантских размеров щупальца. Вот только вместо огромного подземного существа, которое бы этим всем управляло, там был человек по имени Корцист Карвас. И в прошлом этот человек был сотрудником фонда, да непростым а директором одной из зон. Тот факт, что SCP-2480 был целой толпой невидимых монстров, а еще то, что высокопоставленные люди с SCP-сами стали этих монстров создавать, вынудило руководство фонда начать решительную борьбу с саркицизмом. И тот же SCP-2480 был в итоге уничтожен после целой войны, где фонд задействовал МОК размером с небольшую армию. Зараженное поселение было стерто в пыль вместе со всеми его монстрами. После всего этого SCP продолжили исследовать саркицистов в России. И в ходе этого дела выяснилось, что саркицизм пустил свои корни достаточно глубоко. В стране существовала целая мафия культистов плоти под названием «Черная ложа охотников». И не где-нибудь, а прямо в Москве. Эти культисты уже по знакомой нам традиции устраивали жертвоприношение какому-то огромному подземному организму, скрытому в подземельях Москвы. Это явление известно фонду как SCP-2408. Фонд в итоге побеждает «Черную ложу». Вот только ни к чему особенно хорошему это не приводит. Культисты мафиози не стали особенно упорно воевать смог фонда, а лишь разбежались по всему миру, продолжая свои дела в тех местах, где влияние фонда не так уж и сильно. Тогда фонд SCP несколько меняет тактику и начинает внимательно изучать все связанное с саркицизмом. Агентам SCP удается найти несколько миролюбивых сообществ культа плоти. Некоторые из них оказываются вполне дружелюбными. Вот есть, например, то, которое известно как SCP-2815, и они там даже выращивают на деревьях органы для трансплантации. Исследования эти приводят к появлению нескольких крупных научных трудов внутри вселенной SCP. Это уже три части антропологического подхода к саркицизму. Фонд многое понял, изучая культуру саркицистов. Или Нелка, как они сами себя называют. Оказалось, что ранее бытовавшее представление о том, что Нелка поклоняются богу плоти, было ошибочно. Боги внутри культа считаются чем-то враждебным, в том числе и тот самый бог плоти. Центральной фигурой у Нелка является великий корцист Ион, который, как считается, отобрал у богов часть их могущества, и за счет этого теперь владеет огромными силами, и сам является полубогом. У Иона есть несколько ближайших сторонников, которые называются Клавигары. Клавигары у культистов плоти являются чем-то вроде святых, однако некоторые из них существуют и воплоти. Например, огромное существо под Москвой – это Клавигара-рок, а то существо, которое управляет монстрами, похожими на вампиров в Румынии – это Клавигар-лаватар. Впрочем, Клавигары не всегда были такими. В древние времена они имели более человекоподобные формы и сражались вместе с Ионом против расы кровожадных демонов-девитов. Хотя некоторые из Клавигары сами были девитами, та же Лаватар была девитской женщиной, которую Ион переманил на свою сторону. Среди различных исследователей саркицизма ходит много историй о том, как в те древние времена Ион одержал победу над кошмарным царством девов и основал великую империю культа плоти со столицей под названием Аддитум. И эта империя не так плоха, как может показаться, ведь она освободила множество народов от власти кровавых девитов, которые были монстрами куда в большей степени, чем самые страшные порождения культа плоти. Эти древние истории разных обществ саркицистов ходят более-менее одинаковые, а вот понимают их разные люди по-разному. Основное разделение заключается в том, что одни пытаются понять пути плоти сами по себе и достичь того полубожественного состояния, которого достиг и Он. Такие, как правило, живут в отшельничестве и стараются не соприкасаться с плодами цивилизации. Такие называются протосаркицистами. Другие же, напротив, видят в учении карциста Иона только путь к всевластию и возможности удовлетворять свои самые извращенные желания. Безумные богачи, мафиозные боссы и темные колдуны представляют лагерь неосаркицистов. При этом это деление иногда бывает весьма условным. Те же протосаркицисты могут жить в целом, как обычные сельские жители, пользуясь некоторыми из благ цивилизации, а могут вести и совсем полуживотный образ жизни. Также и неосаркицисты. Это могут быть какие-нибудь элигархи, а могут быть и совершенно обычные городские жители, по которым никогда не скажешь, чем они там на своих тайных собраниях занимаются. Во второй части антропологического подхода к саркицизму описывается, как фонд нашел большую группу саркицистов, живущих в Праге, исповедующих учения, называемые пожиранием грехов, суть которого в строгом соблюдении некоторых правил, одно из которых, например, заключается в том, что плоть можно поедать только не тронутой огнем и роскошью. Пражские саркицисты оказались очень умелы в том, чтобы скрывать свое присутствие в городе. Притом у них был целый собор, который на проверку оказался еще и живым организмом. Когда факт того, что такое вообще существует, стал известен фонду, эти люди предпочли заключить с SCP сделку. Договор, согласно которому исследователи организации могут свободно изучать разные элементы их культуры, за что самих культистов в целом не трогают. Правда, их лидера карциста, как слишком аномального, оперативники фонда в итоге поставили на содержание. Благодаря такому договору ученые фонда стали свидетелями самых странных и страшных ритуалов, включавших в себя настолько гротескное преобразование живых существ, насколько это вообще возможно представить. Доктор Деморе увидел так называемый суд, заключавшийся в том, что преступника, пойманного культом, превращали в бессмертное, но в остальном полностью беспомощное существо, напоминающее личинку, которое могло только страдать и размышлять о содеянном. Это существо навечно помещали в запаянный сосуд, где провинившемуся предстояло вечно размышлять над своими аморальными проступками. Пражские саркицисты, несмотря на свой городской образ жизни, оказались ближе к протосаркицистам, потому что они рассматривали свое необычное умение как проклятие богов, которое некоторые могут обуздать и использовать для того, чтобы бороться со злом и грехами. Кстати, общение с пражским карцистам позволило SCP сделать несколько находок, связанных с оленем народом, о котором видео уже было. Кроме протосаркицистов, фонд активно исследует и неосаркицистов, тех, что видят в изменении плоти лишь инструмент, в достижении влияния богатства и удовольствий. В третьей части антропологического подхода к саркицизму описывается группа людей, называющих себя «ложа темных вод». Эта группа по большей части состоит из чернокожих колдунов, обосновавшихся в городе Новый Орлеан, и насчитывает около 50 человек. Все эти люди живут в небольшом карманном измерении, носящем название «Лар Рю Макаб». Кстати, в английском SCP про этот «Лар Рю Макаб» есть отдельный хаб с достаточно большим количеством историй и относящихся к нему объектов, так что это можно считать темой для отдельного видео. Примечательно, что члены ложи черных вод спокойно сосуществуют с поклонниками церкви разбитого бога, которые также обитают в этом «Лар Рю Макабе», что, наверное, говорит о том, что пути плоти сами по себе не слишком их заботят, и от этого они считаются неосаркицистами. Вообще, это забавно, как в лоре SCP саркицизм эволюционировал от собрания страшных сектантов с кучей монстров до учения со множеством ветвей и толкований. Среди этих ветвей ученые фонда выделяют несколько общих концепций. Главный из них — это апофеоз. Его суть в том, что человек может достичь божественности. И по мнению саркицистов, карцист и он, и в меньшей степени его ближайшие сторонники, клавигары, достигли этого апофеоза. Впрочем, учитывая, что клавигары стали в итоге просто огромными монстрами, похоже, что-то пошло не так. Вторая идея — это желание. Желание — это то, что движет человеком. И смысл жизни — в удовлетворении своих желаний. Неосаркицисты считают, что нужно следовать всем своим желаниям. А протосаркицисты признают правильными только некоторые желания, отчего большинство из них ведет крайне аскетичный образ жизни. На практике различия прото и нео, по большей части, именно в этом. Третьим принципом является пожирание богов. Саркицисты, хоть и считают, что боги злые, но, понятное дело, не являются атеистами и признают существование божественного. И это божественное, как они считают, нужно поедать. И внезапно именно поедание божеств служит источником мистических сил колдунов-саркицистов. Сам карцист и он получил свои силы за счет того, что нашел способ буквально сожрать бога плоти. Четвертым принципом являются, конечно же, жертвоприношения. Ну и куда же мрачные культы без этого, на самом-то деле? Тут все просто. У протосаркицистов нужно приносить в жертву себя ради других, а у нео-саркицистов других ради себя. Ну и пятое, это управление плотью. Собственно, главная фишка саркицистов в мире SCP. И заключается она в том, что они могут творить с плотью все, что вздумается. Таков сейчас саркицизм в мире SCP. Кстати, не забывайте голосовать за какие-то темы путем оставления комментариев за них. За что будет больше, о том и будет следующее подобное видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok